МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп и я, её ведущая, Ирина Ковалёва. Настоящая русская зима с обильными снегопадами возможно, несколько и парализовала движение на дорогах города, но только не его культурную жизнь. О самых интересных событиях мы расскажем вам в ближайшие 15 минут. Студию «Белый бал» в Рязани знают и любят. Вот уже на протяжении 8 лет её активисты занимаются организацией балов в нашем городе и других не менее ярких мероприятий. Среди них ежегодная ассамблея времена и эпохи, на которой традиционно подводятся итоги ушедшего года. Ассамблеи, как прообраз дворянского бала, были введены Петром I в культурную жизнь русского общества в 1718 году. И кто бы мог подумать, что и сегодня, хотя времена пышных балов ушли в далёкое прошлое, всё ещё можно побывать на настоящей ассамблее, которую ежегодно организует студия «Белый бал». Это камерное, можно даже сказать, домашнее мероприятие получило название «Времена и эпохи». В этом году оно прошло в зале торжеств областной библиотеки имени Горького. Эту ассамблею можно считать и празднованием дня рождения студии, и днём подведения итогов. Даже за год эти ребята успевают сделать немало, что уж говорить о тех 8 годах, в течение которых студия «Белый бал» существует в нашем городе. Это определённая ниша в своём городе, конечно, в системе исторических клубов и России. Мы выпускаем единственный в России журнал «Бальный вестник». У нас один из крупнейших балов в регионе, в каком? В центральном регионе, да, «Большой Белый бал». Сюда съезжаются люди из Владивостока, прилетали к нам несколько раз, из Архангельска. То есть со всей России. И я считаю, что это является своеобразным подтверждением нашего статуса, что мы действительно чего-то добились в среде исторических клубов. Раз к нам люди приезжают с разных уголков России. В студию «Белый бал» приходят те, кому интересны не только социально-бытовые танцы, но и непосредственно история, проникновение в эпоху. В основном это школьники и студенты, которые ищут пути реализации своих творческих способностей. Помимо того, что все они разучивают исторические танцы, принимают участие в балах, девушки и юноши сами шьют себе костюмы. Кстати, на ассамблее были представлены платья, которые создали студийцы за прошедший год. Каждая из них выполнена в соответствии с модой определенной эпохи. Началось дефиле со стиля барокко, который зародился во Франции в далеком 17 веке и господствовал в Европе на протяжении 100 лет. В переводе с итальянского барокко переводится как странный, порочный, с полным к излишествам, а португальцы называли это стиль «жемчужина в неправильной форме». Немыслимо платье в стиле барокко без корсета, подчеркивающее тонкую талию. Корсет данной модели украшен вошедшей в моду стиле именно вышивкой. Вышивка выполнена ручной. Световым наполнением служит черное кружево на рукавах и балты из золотых и черных атласных лент. Барокко сменяет ампир с его свободными и удобными платьями с укороченным лифом и обхватывающей талию лентой. Затем появляются девушки в платьях Биттермайер и эпохи второго Рококо. Характерной деталью платьев является широкая юбка, которая поддерживается кринолином и большим количеством нижних юбок. Невероятно, но все эти шикарные платья, которые могли бы украсить оба 18-го или 19-го веков, шиты руками совсем юных девушек. Я хочу сказать большое спасибо Анне Карпаковой, которая помогла начать мне все это делать. Она давала нам выкройки, помогала нам, если бы возникали какие-то трудности. И со временем получалось шить все лучше и лучше. Сейчас на одно платье уходит примерно неделя. Если есть желание, можно шить еще быстрее. Главное – желание и фантазия. Студийцы умеют не только шить, танцевать, но и петь. На ассамблее был исполнен гимн студии «Белый бал». Не обошлось здесь и без высоких гостей, которые не могли не оценить вклад внесенной студии в культурную жизнь города. Ну а после всех ждали танцы и чтение стихов. А тем временем в выставочном зале «Арт-рум» открылась персональная выставка художественной фотографии Анатолия Есина. На презентации довольно необычных работ побывала и наша съемочная группа. Каждая из работ, представленных на выставке с интригующим названием «Артон», способна рассказать свою удивительную историю. Рождаются они сами собой, стоит только взглянуть на эти необычные натюрморты. На них, помимо традиционных овощей, фруктов и цветов, можно увидеть абсолютно неожиданные предметы. Например, бюст Ленина, соседствующий со старым чайником, или пачку Беломора рядом с коробкой красок. Страсть к таким необычным натюрмортам обнаружилась у автора работ, дизайнера и члена Союза фотохудожников России Анатолия Есина, совершенно случайно. Снимал, как все обычные люди, пейзажи и все такое. А тут как-то вот утром встал, на тумбочке стояли предметы некоторые, и очень интересно упал свет. Мне хотелось это запечатлеть. Ну и вот буквально с этого что-то началось, началось и началось. Я уже стал сам эти предметы подставлять, свет ловить. Ну, в общем, это больше даже не как фотография, вот предмет, да, а именно игра, свет и тень. Я, в общем-то, по образованию художник-оформитель, и поэтому мне это очень важно. По словам Анатолия, все работы рождаются сами собой. Можно сказать случайно. Главное – найти интересный предмет. Появился какой-то интересный предмет. К нему что-то еще там подставляется. Может быть, он просто валялся. Опять же, есть где-то работа, вот просто груда этих предметов. И я про нее забыл, что-то выставлял, снимал, но что-то не пошло. Потом прошло время, поселились паучки, навели паутинку. И такая прелесть получилась, что просто прелесть. А еще было бы неплохо, чтобы у предмета была история. Наверняка она есть и у старой тетрадки, в которой давным-давно дядя фотохудожника записывал тексты песен, и у винтажной швейной машинки, и даже у увядших цветов. Когда их подарили, кому, почему не выбросили, чем так дороги эти цветы их невидимому обладателю? Тысячи вопросов рождаются при взгляде на эти работы. Кстати, на некоторых из них присутствуют даже черепа. Оказывается, идея их использования, как обычно, у Анатолия родилась случайно. У знакомого валялся череп, я его увидел. А он такой весь живописный, он такой весь интересный. А потом узнал о таком стиле, как ванитаз в живописи натюрмортной. И как бы проникся тоже там очень символично. Каждый предмет имеет свое значение, свой посыл какой-то. А, как правило, черепа там непременная атрибутика, как символ такой, знаете, хрупкости жизни, все такое. Человеческий ли или коровий, ну тут уж не важно. По словам автора, все его работы выходят с небольшой грустинкой. Но опять же, это его ощущение. Что почувствуете вы, и о чем будут истории, пришедшие вам в голову при взгляде на эти фотографии, можно узнать лишь опытным путем, посетив выставку художественной фотографии Анатолия Есина. Она будет работать до 15 февраля в выставочном зале «Артрон». Небольшие художественные салоны города тоже начали Новый год с новых необычных выставок. Предлагаем вам познакомиться с ними в нашем следующем сюжете. Мы привыкли, что художественный салон «Хобби» – это выставочная площадка для самых маленьких начинающих творцов. Но 2016 год в студии начался довольно необычно с выставки взрослого художника. Однако и здесь не обошлось без детей. Они стали героями работы Александра Марьяшина. Сам Александр окончил Рязанское художественное училище имени Вагнера, затем Академию художеств имени Репина в Санкт-Петербурге, после чего вернулся в Рязань и начал преподавать в своей родной художественной школе. Собственно говоря, именно там и родилась серия набросков, которые сегодня выставлены в «Хобби». Немножко отличаются уроки от школы, от обычной, тем, что дети получили задание, какое-то объяснение, и если им продолжать с ними разговаривать постоянно, то они не воспринимают уже информацию и наоборот это избивают. Поэтому приходится 5 минут поговорили, 10-15 минут молчим, они работают. Следующий этап, опять что-то поговорили с ними, они тему усвоили, дальше продолжаем работать. И вот эти свободные минуты как раз и занимаются тем, что можно кого-то успеть нарисовать. Ученики работают, а учитель наблюдает и фиксирует абсолютно всё, будь то сосредоточенность на работе, задумчивость или озорство. Дети все родные стали уже, потому что с кем-то год занимаешься, а с кем-то и 5 лет. Поэтому характер знаешь уже настолько досконально каждого. И помимо портретного сходства как раз пытаешься передать и черты характера, какие-то тонкости самого образа человека. Кстати, первыми посетителями выставки стали сами её герои. Ребята с интересом искали, рассматривали свои портреты, радуясь возможности посмотреть на себя со стороны. Самая маленькая выставка самых маленьких художников в самой маленькой галереи города. Примерно так можно охарактеризовать экспозицию под названием «Лепота», открывшуюся на дня в художественном салоне «Палитра». Несмотря на то, что работы сделаны руками малышей, их ни в коем случае нельзя назвать поделками. Это самые настоящие маленькие шедевры. Глиняные колокольчики, зеркала, обрамлённые причудливым узором, клазированные слоники. Всё поражает, восхищает и даже вдохновляет. Художники, наверное, уже более ста лет обращаются к детскому творчеству. Это как источник вдохновения. И, наверное, даже технически и манеру пытаются отобразить детскую. Это Паул Клея, это Марк Шагал, это Пикассо, конечно, который сказал, что могу научиться, как писал Рафаэль и Тициан, а вот научиться, как рисует ребёнок, этому нужно учиться всю жизнь. Поэтому я очень хочу, чтобы зритель и маленький, и особенно даже большой, постарался остановиться на секунду хотя бы, зайдя вот с улицы, и с холодной зимы, наверное, отогреться около этих работ. Потому что на керамике отображены вот крохотные детские пальчики, очень старательно, очень аккуратно делающие каждое своё маленькое произведение. И, наверное, вот это тепло и, наверное, горячий обжиг печи будет разливаться внутри, в душе каждого зрителя невероятным теплом. Возможность заниматься керамикой в студии «Калибри» появилась около года назад. И тут же нашлось множество желающих работать с глиной. Любовь сразу и навсегда, не только у детей и у взрослых. Потому что, помимо того, что это действительно очень пластичный, очень приятный материал, потом он всегда превращается в настоящую вещь. Это уже не пластик, что-то не пластилин. Он всё-таки смотрится действительно уже как навечно, навсегда. Важно то, что ребята не бездумно выполняют данные им задания, а ищут свои способы лепки и декорирования. Таким образом развивается не только мелкая моторика, но и образное мышление. А у нас, взрослых зрителей, глядя на эти детские работы, наполненные искренностью и теплотой, поднимается настроение. Совсем недавно в интернете появилась информация, что на территории Старой Рязани планируется создать археологический парк под открытым небом. Действительно ли это так? За более подробной информацией мы отправились в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Оказалось, что разговоры о создании археологического парка на территории Старой Рязани велись довольно давно, ещё с 2013 года. Но сегодня план по организации этого уникального музея под открытым небом начинает приобретать всё более ясные очертания. Во-первых, важно, чтобы любой, кто заинтересуется этим археологическим памятником, мог беспрепятственно попасть на его территорию. Ну а во-вторых, не менее важно, чтобы нахождение на городище было познавательным для туристов. Для этого планируется оборудовать смотровые площадки и даже сделать разрез валов. Это такое величественное сооружение, грандиозное того времени. И планируется некоторые валы разрезать, залить их герметичным прозрачным материалом, то есть чтобы конструкцию вала можно было увидеть воочию. Также планируется воссоздание фундаментов храмов, которые раньше стояли на территории Старой Рязани, и создание музея археологических находок под открытым небом. Те уникальные находки, которые были найдены на этой территории, конечно же, они должны быть показаны зрителям. А если это будет сделано именно на территории Старой Рязани, на этом городище, ну это будет просто великолепная демонстрация того, что там было. То есть привязано к месту будет. В планах также усовершенствование археологической базы для того, чтобы сезон раскопок мог быть продлен. Напомним, что Старая Рязань занимает второе место по числу уникальных находок после Киева. За всю историю археологических раскопок на территории Древнего Городища было найдено 17 кладов. Если учитывать, что на сегодняшний день исследовано всего лишь 6% от всей площади Старой Рязани, то можно представить, сколько удивительных находок еще предстоит сделать археологам. Ну что ж, это все, о чем мы хотели сегодня вам рассказать. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!